На встречу с губернатором пришли порядка полутора тысяч представителей профсоюзных организаций. Николай Меркушкин отметил, за последние полгода промышленное производство выросло более чем на 3%. Это большой плюс для Самарской области. Активными темпами строится и жилье. В прошлом году было введено в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров. Это вдвое больше, чем 4 года назад. Сделано многое, считает губернатор, но еще больше работы впереди. В регионе не хватает новых школ, детских садов, спортивных сооружений. По мнению Николая Меркушкина, в решении этих вопросов поможет эффективная власть, которая скоро может быть сформирована. И эта власть должна стать ближе к людям. Помогут в этом общественные советы микрорайонов. В них состоят люди, которые лучше других знают проблемы конкретной территории. Общественники же будут следить за тем, чтобы выделяемые из бюджета средства расходовались эффективно и по назначению. Люди серьезные, грамотные, способные понять, кто чего стоит и какой обед сколько стоит. Пусть не до копейки, а в принципе, да. И люди, которые могут идти на выслушание и понять друг друга. То есть люди состав солидной, опытной, проверенной жизни. Представители общественных советов в том числе войдут в районные советы депутатов. Это следующая ступень реформы местного самоуправления. Выборы в райсоветы пройдут 13 сентября. По мнению губернатора, голосовать нужно за людей, которые уже что-то сделали на благо города. Чтобы в итоге сформировалась команда созидателей. Именно поэтому в предстоящих выборах важно участие каждого человека. Сделать местную власть, местное соуправление, чтобы человек рукой доставал. И мы пошли по пути, что полноценную власть будем формировать в районах. В районах города Самар. Отдать и сделать бюджет района. Определить в районе приоритеты. Принять бюджет. Этот бюджет по закону обязательно должен быть опубликован. И обязательно должен постоянно висеть на сайте района. И там будет прописано на ждоке деньги. Представители профсоюзов – люди активные. Пользуясь случаем, задали губернатору вопросы из самых разных сфер. Самарских студентов волновало, будет ли увеличена доля муниципального общественного транспорта в городе. Так как на коммерческом не всегда можно воспользоваться льготами. Можно привести порядок, как развить муниципальный транспорт, чтобы коммерческим производщикам было проблемнее работать с этими правилами. По словам Николая Меркушкина, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении городских властей. Также интересовало людей, поднимут ли минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Губернатор пообещал уделить особое внимание уровню зарплаты трудящихся. По его мнению, работающий человек должен получать достойные деньги.